Карантин оставил без работы не только людей, но и животных. Вопрос не в банальном заработке их хозяев. Вот эта лошадка Камелия вместе с 10 сородичами своей работой обеспечивала всю конюшню. Уход, кормление, а это на минуточку больше 200 килограмм в день, подковы, услуги ветеринара. Теперь же, когда четвероногим скакунам работать запретили, конюшня оказалась на грани выживания. Эта небольшая по современным меркам конюшня расположилась на некогда заброшенной территории на улице Заньковецкой. За 10 лет Юлия вместе с мужем сумели превратить заброшку в своеобразный дом для четырех пони и семи лошадей. До карантина все они исправно трудились, катая детей в парках. Теперь же, когда это временно запрещено, находить деньги на содержание стало очень сложно, а суммы это немалые. Втюг сена стоит 100 гривен сейчас на данный момент. Это не люцерно, это не самое обычное среднее сено. То есть, плюс корма, нам только сено надо полторы тысячи на год. Это 150 тысяч гривен в год. Ну, плюс считать корма так же самое. Ну, я не знаю, кругом бегом 500-600 тысяч получается за год совсем. То есть, ну, а мы люди низкого полета, скажем так, и очень тяжело зарабатываются. Ну, вот что лошади зарабатывают, как бы то и имеем. Юлия показывает документы. Конюшня официально зарегистрирована. Все лошади с паспортами регулярно прививаются. Разрешение от налоговой тоже есть. Девушка считает, что ее бизнес может работать, если соблюдать правила карантина. И начать это делать нужно уже сейчас. Запасы на исходе. Чтобы протянуть еще месяц, пришлось урезать лошадиную пайку. С сеном беда происходит. Сена как бы нету, нету средств за что купить. И сейчас засуха везде. То есть, по Одессе и Одесской области сена половины нету, и оно будет по очень большим деньгам. Сейчас нам пришлось, потому как нет средств, и пришлось немного урезать лошадей в кормлении. То есть, если раньше мы давали 4 тюка в день, то сейчас это получается 2 тюка в день. Девушка говорит, что за каждой ее лошадью целая история и не всегда веселая. Кого-то спасли от разделки на мясо. Кто, так как это лошадь кантри, попала сюда с травмой после профессионального спорта. Потому некоторые лошади нуждаются в особом питании. Еще есть 4 пони. Они не столь прожорливы, как их более крупные соседи, но задачу для владельцев это не упрощает. На пони конкретно обходится сено 5 килограмм в день. Плюс нужно им ячмень, кукурузу, овес. То есть, это каша получается. 3 килограмма на пони тоже. Кушают они у нас 3 раза в день. Добавьте к этому коммунальные зарплаты персоналу, вызов ветеринара и работу кузнеца. Подковать коня обходится в 500 гривен. И делать это нужно через каждые полторы-две недели, говорит Юлия. Девушка надеется, что больше карантин продлевать не будут. И ее подопечные вновь вернутся к работе, за которой они уже успели соскучиться. Юлия Наксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.